Айо умная еда! Да-да-да! Вы спрашиваете меня, почему Айо это умная еда? Все очень просто. Этот корм делают на умном заводе. Не верите? Давайте посмотрим сами. Пойдемте со мной. Это лаборатория. Очень умное место, между прочим. И сырье, и готовый продукт тщательно анализируются. Это происходит прямо здесь. Тут чистота, стерильность и, главное, точность. А вот там очень секретное место – библиотека. Пройдемте в библиотеку. Вот она, библиотека. Но не совсем библиотека. Здесь хранят не книги, а образцы. Образцы сырья. Вот, например, гречка, да? Чечевица. Что еще есть? Семена льна. В общем, рацион здорового человека. В смысле, конечно же, рацион здорового питомца. Кошки и собаки. Специалисты встречают каждую новую партию сырья во всеоружии, сравнивают каждую партию и оставляют самое лучшее. Умно, а? А в закромах? Пойдемте. Вот они. Закрома. Это образцы готовой продукции. На каждой банке написано, что это, когда произведено, и всякие необходимые данные и коды, и даже дата упаковки. Хранилище. В начале было что? Правильно. В начале было качественное сырье для изготовления умной еды. Вот, смотрите. Целый склад сырья. Представляете, из этого сырья получается вот такая вот маленькая умная гранула. Как это происходит? Ну, сначала все, что поступает, идет в лабораторию. Там в лаборатории все это проверяется. Если хорошего качества, уже потом отдельно идет в бункер. А дальше интересно. Умный завод, согласно рецептам, которые разработали умные технологи, отправляет сырье на мегаточные дозирующие установки. О, какое слово за умное. Там-то, собственно, и дозируется все в нужном количестве. Все для пользы питомца. Потом все смешивается, измельчается, опять смешивается, а затем отправляется в экструдер. А сейчас вам еще кое-что секретное покажу. За мной. Вот это и есть сердце завода. Тот самый экструдер. Семь специалистов в смену. Мы берем вот такой вот формовочный диск. Весь процесс производства так и называется. Вертикальный. Получается, умная еда, умный завод. Ну и я, получается, тоже умный. Да и вы тоже у меня умные. Поэтому в следующий раз делайте покупку с умом. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok